на прошлом уроке мы остановились на том что мы создавали цикл ходьбы то есть получается цикл от обычной анимации отличается тем что и первый и последний кадры совпадают и можно сколько угодно бесконечно прокручивать одни и те же кадры если например это анимация для ролика какого-нибудь мультипликационного то там не обязательно совпадение первого и последнего кадра то есть там вы уже делаете анимацию согласно вашего сценария и расставляете хронометраж ну в зависимости от того сколько должно длиться определенное движение сегодня мы также продолжим делать цикл анимации и попробуем сделать цикл айду то есть персонаж в режиме ожидания для анимации вообще в принципе очень много полезных сайтов например mixama mixama это вообще ну целая система с помощью которой можно создавать как бы риггинг для вашего персонажа автоматически и использовать какие-либо анимации но мы сейчас нашего персонажа сюда не будем закидывать мы просто посмотрим какие бывают циклы для игровых анимаций ну например если у вас какая-либо игра есть персонаж нет времени на риггинг нет времени на анимацию то в принципе можно использовать данный сайт для генерации именно таких игровых анимашек да это mixama нет он автоматически весь на сайте например можно вот этого персонажа скачать вообще вы можете оплоуд сюда вашего объекта а то есть мы сюда планирую сюда плодите да он создает здесь свой скелет mixama вский и на него можно уже применять все вот эти анимации и потом обратно скачиваете себе и персонажа и скелет с какой-либо анимации и например может быть очень много анимаций но один персонаж и в unity просто если одинаковый скелет одинаковый персонаж анимации можно закидывать отдельно на каждого ну как бы ну в общем сейчас мы дальше продолжим и будет наглядно видно уже как видите закидываются анимации сайт я потом вам личку скину то есть получается анимации айдолу бывают различные в зависимости от характера вашего персонажа например если это ниндзя персонаж если он сидит если лежит если это лучник если это например характер анимации счастливый либо есть очень грустный есть в ожидании боя например можно использовать какую-нибудь вот такую то есть когда вы работаете с анимациями то можно даже записывать себя на видео и просматривать то есть каждый кадр то есть разобрать человека по позам то есть как он ходит то есть анимацию ходьбы мы же разобрали там были рисунки когда поднимается нога когда опускается когда двигается также со всеми анимациями например когда человек хлопает в ладоши то есть можно прям записать на видео себя как бы отрывок и прям останавливать самые ключевые такие моменты и повторяйте это все в мае но на ю тубе я не нашла реалистичных референсов для анимации айдол но в принципе можно тоже посмотреть вот люди например прям себя записывали на видео да для создания похожих анимаций вот например или вот то есть аниматоры очень часто работают либо перед зеркалом либо снимают себя на видео и используют вот такие живые референсы для создания более более-менее реалистичной анимации например вода тоже очень классная переменание с ноги на ногу ну думаю моему персонажу подходит скорее всего вот такая анимация здесь можно посмотреть сколько кадров длится анимация можно также использовать 210 кадров у нас 24 кадра 1 секунда ну да примерно 25 24 кадра 1 секунда да примерно так когда вы записываете видео вы тоже можете посмотреть хронометраж сколько занимает у вас анимация например в данном случае это 8 секунд здесь например 9 секунд чуть-чуть подольше когда работают с лицевой анимации очень часто тоже записывать себя на видео или работает прям перед зеркалом и смотрят как мимика лица меняется в процессе речи каких-либо эмоций то есть это все ну продумывается не из головы а используется например референсы из нашей реальной жизни например вот поза персонажа тоже сначала человек имитирует потом это воссоздается в 3d так так Продолжаем. Нет, я закидываю сюда не буду персонажа, я буду просто использовать как референс данную анимацию. Здесь сюда можно закинуть в ВБЖ или ФБХ. Но Миксама, если честно, немного капризный сайт. Я уже пробовала закидывать туда своего персонажа, и там вышли какие-то ошибки. То есть не получилось сделать авторик. И нужно время, чтобы разобраться, пофиксить персонажа. Я, наверное, сохранила в другой файл. Удалю лишние ключи, которые мне здесь не нужны. Можем вообще вернуться в наше положение первозданное. И примерно начнем, наверное, с 10 кадра. Я до этого создавала Selection, то есть я абсолютно все-все-все выделила. И сделаю теперь Key Selection. И все, можно теперь работать с контроллером. Я сейчас сначала в позу его поставлю. Ноги немного расставлены. Ох, я Но и все. А, ну, видимо, у меня мое оружие отсоединилось. Ладно, давайте работать пока без него. А, вот все. Это, видимо, глюк Хюмана ОК. Если такое происходит, то проверяйте, выбран ли у вас Control Rig. Так, ноги немного согнуты, вес переведен на левую ногу. Ну, хотя это слишком, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Так, надо будет опустить руки. А, также не забывайте нажимать S, то есть это создание ключей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно, наверное, сначала начать с ног, как мы работали с анимацией ходьбы. Сделать переменание с одной ноги на другую ногу. Так, сначала у нас вот так. Теперь у нас через поворот туловище перемещается сюда, вправо. примерно 54 кадра. А, так, у нас же с 10-го, значит, где-то 65 кадров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, у нас есть 210, мы возьмем примерно 230 кадров. И на 210-м, не забывайте то, что этот цикл анимации дублировать первые кадры на последние. Ну, хотя, в принципе, это можно сделать в конце, когда у нас уже будет полностью санимирован персонаж. Мы просто выделим прям все наши контроллеры и скопируем сюда. Здесь оно какое-то время у нас стоит. Потом начинаем движение назад. Примерно 110 кадров. Мы работаем сейчас с тазовым контролем. Если, например, она какое-то время стоит, нужно зафиксировать это положение первым кадром и последним кадром. Потому что, если я сейчас здесь начну сразу перемещать, то у меня будет плавное перемещение от вот этого до другого. А если я продублирую, получается два одинаковых кейфрейма, то есть в одинаковом положении, то у меня означает, что здесь мой персонаж зафиксирован и нет никакого плавного движения. И теперь дальше я могу уже вернуться в изначальное положение, то есть копирую первый кадр и примерно возвращаю сюда. То есть как и в моделинге мы идем от простого к сложному. То есть сначала посмотрели основное движение, такое самое крупное, разбили его по времени. Если по хронометражу происходит как бы все нормально, то мы сохраняем. Ну и здесь она, по-моему, в начале очень медленно перемещается. Поэтому можно чуть-чуть сдвинуть эти кадры. Постояла и вернулась назад. Постоять она может, наверное, подольше, потому что там же будет еще движение рук. Ну и в первом положении она тоже должна стоять. А, в смысле не сразу, да, она двигается? Ну, вроде бы сразу, но потом, когда возвращается, она вроде бы стоит. Можно сделать. А, тогда сейчас я верну назад. Сдвиг. И сдублирую вот это. Вот примерно на 10 кадров. Ну, то есть она не сразу начинает двигаться с этого положения. И здесь она тоже чуть-чуть задержится. И здесь у нас будет уже конец цикла. Будем дублировать кадры с первого. Кстати, я бы подумал. У нас вот ходьба немножко дерганая в конце получилась. Потому что у нас как раз таки дублированный кадр. Он включен в анимацию. И то есть у нас первый и последний кадр. Они одни и те же. И там идет, они повторяются друг за другом. Надо на один кадр меньше делать. Чтобы плавно переходить. А, да. Последний кадр можно на один меньше делать. Или можно прям, если это поворот сферы, например, то через Graph Editor получается сделать цикл. Сейчас. Уберю один Face для наглядности. Например, вращение вокруг своей оси. То есть, допустим, мы ставим на первый кадр. И на двадцать пятый. Мы берем ограничение двадцать четыре всего кадра. Угу. Чтобы опять, после двадцать четвертого, опять на первый. А не два раза на одном экране. Угу. Как-то так. Ну вот сейчас я покажу, о чем я говорю. Ну вот он, например, вращается. Он ускоряется. И идет минус триста шестьдесят. По идее, он должен, ну как бы, с того же момента. И Graph Editor, по идее, решает этот вопрос. Ну, хотя да, вы правы. То есть, он получается проигрывает дважды один и тот же кадр. Да. Если выпрямить вот эту линию, то сейчас он равномерно двигается. Без вот этого перискупта. Угу. 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 Так, вот этот я закрою файл. то есть сразу примерно на поднимается рука на тридцать первом кадре опять ставим ключ возможно у нас рука дергается потому что мы использовали для анимации айкей хендлы с айкеями получается не совсем плавно идут повороты rotation если например использовать human fk то есть каждый каждую кость поворачивать то мне кажется получится более плавно здесь мне чтобы повторить это движение нужно подвинуть несколько костей так как бы пошустрее я на том же кадре поправляю сейчас позу то есть слишком сильно по моему я сжала и 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 в и и 113-го кадра. 124-го кадра. И потом она убирает руку в свое изначальное положение. Я могу сейчас скопировать ключи и вставить примерно через такое же расстояние. И плечевой сустав тоже можно вернуть в изначальное положение. И потом она убирает руку. Здесь у нас будут махи и возвращение. Возвращение у нас идет немного так, пошатывая руку. Я сделала сильно назад, потом сильно вперед и вернула в то же положение. И проверим по скорости. Вот этот мах у нас сильно долгий. Можно чуть-чуть подвинуть кадры и немного их сжать. Первый мах должен быть сильный, второй чуть-чуть меньше. Но он должен быть второй, как бы затухающий. Так же у нас еще есть движение плечами. То есть она немного, хоть и стоит ногами на месте, но она вращает плечами. Вперед, назад, влево, вправо и головой. Так, когда мы поднимаем руку, мы делаем плечо вперед. Здесь у нас плечо в этом положении. И, в принципе, до движения можно создать еще один ключ, чтобы у нас в анимации не растягивалось движение плеча с самого начала. То есть она вот только здесь начинает его двигать. Так, вот этот кадр у нас можно удалить. Он возвращает нас назад. Махаем, махаем. Но когда мы махаем, мы еще сначала в одну сторону. Сейчас стабильно. Потом немного поворачиваем. И возвращаем назад. Вот это движение можно чуть-чуть растянуть. Так, она стоит слишком. Можно добавить каких-нибудь мелких движений. Вот это движение. Сейчас поработаем с головой и потом с кистью. Голова сначала прямо, потом мы ее поворачиваем на бок слегка, примерно на 80-м кадре. Сначала она у нас прямо, потом мы ее поворачиваем, сколько-то кадров. До свидания. До свидания. До свидания. Так, возвращаем ее на место. так она может посмотреть после этого куда-нибудь налево здесь например смотрят смотрят потом может чуть-чуть голову опустить и уже вернуться в изначальное положение сделаем примерно разнообразные движения теперь поработаем с кистями мы можем с помощью этого контроллера делать ну тут у нас очень много уже его движений а ну вот здесь в принципе помечается анимация подняли сложили тут же надо пальцы я сейчас сначала просто проверяете да вот есть на этом же кадре мне нужно создать кейфреймы для пальцев очень важно то есть у меня чтобы анимация не начиналась самого первого кадра мне нужно сначала поставить ограничители то есть с какого момента у меня будут сгибаться пальцы то есть они сгибаются на пятьдесят пятом кадре но для того чтобы они не сгибались с десятого по пятьдесят пятый я здесь ставлю такие end point и то здесь они стабильные здесь вот начинается анимация сгиба вместе с моим локтем ну кистью кистью локтем то есть у них примерно интервал будет вот такой и здесь я их уже немного поворачиваю можно там еще внутри пальцы согнуть сейчас это мы просто смотрим тренируемся теперь разгибаем опять сгибаем разгибаем сильнее то есть это живости придает как бы разнообразие анимации где-то сильнее где-то быстрее то есть не нужно прям точно ювелирно и уже восстанавливаем в изначальное положение сейчас мы посмотрим можно еще даже побольше подольше махать пальчиками аж примерно до 122 года мы еще раз согнем их потом можно вернуться также в эти же интервалы добавить кейфреймы для вот этих вот пальчиков внутренних то есть чтобы она не так вот все лопаты а более так плавно сгибала момента сгиба добавить еще и фреймы для этих пальцев наверное не так сильно сейчас наверное не так сильно сейчас То есть постепенное добавление деталей к анимации придает оживление анимации. Сначала планируйте основные большие моменты для того, чтобы само движение было плавное и по времени. То есть сначала рассчитывайте время, потом делайте самые важные позы. А потом уже начинаете добавлять вот в этот момент, где нужны детали. То есть там вы уже почувствуете, где что требуется. Например, у нас сейчас абсолютно мертвая правая рука, можно на ней уже начать работать. То есть сначала, когда она здесь, она может пойти... Так, что у нас на референсе? А, она сгибает пальчики. Здесь у нас они расслаблены, потом они сгибаются. Сгибаются и можно увести немного руку. Начинаю отсюда ее чуть-чуть отвести. Потому что тело передвинулось, а рука осталась на месте. Рука идет обычно за телом. Можно ее даже сейчас чуть-чуть отпустить, как от тяжести гравитации. Здесь она тоже... Дрыгает немного руками. Здесь у нас немного нормально. Ну вот здесь уже можем добавить немного... Такой отдых рукам. И обычно руки, когда дрыгаются, они синхронно это делают. Вперед чуть-чуть. Немного назад. Опять немного назад. Пусть у нас будет 210-й, самый крайний кадр. Все анимации цикла. Так, 210-й нам нужно также... Вернуть положение в кадре, который мы до этого анимировали. Точнее, контроллеры. Для того, чтобы, например, некоторые кадры из-за того, что мы двигали, не висели вот так, 204.42, мы можем выделить все кадры и сделать снэп. Все ключи. Теперь они приснэпливаются к целому числу, то есть округляются. Ну, в принципе, ее можно еще полировать и полировать, ну, для примера достаточно. Давайте попробуем теперь все это закинуть в Unity и посмотреть, как можно красиво поставить там персонажа с окружением. Так, я сейчас сохраняюсь. Это делать нужно обязательно. И давайте подготовим. Unity скачать можно с официального сайта. Unity, если не использовать для профессиональных целей, абсолютно бесплатная, но она тоже имеет свои небольшие ограничения. Но, в принципе, для демонстрации персонажа этого будет достаточно. То есть, получается, скачиваете вы с сайта. Внизу, по-моему, так, извиняюсь. Внизу, по-моему, есть Unity, Downloads и можно посмотреть старые версии. Так, Latest Versions. Я, например, использую не с 2019, а с 2018. Ну, какой-либо из 2018. То есть, обычно можно использовать Unity-инсталлер. Для Unity обязательно нужна регистрация, в принципе. Тут тоже все можно сделать. Ну, я уже зарегистрировалась, у меня есть аккаунт. И мы можем создать проект. Проект у меня автоматически создается в папку Documents, там, название проекта. Я, наверное, пока поставлю на закачку. Вот эту модель. Мне она понравилась. В принципе, подходит. Ну, для создания антуража персонажей. Так, пока у меня открывается проект. То есть, Unity генерирует стандартную сцену. Александр, Kai. Значит, stranger. blindйquin. よね? Спасибо. prowizю. borough. то есть вот так вот выглядит unity interface здесь у нас помещаются объекты которые находятся в сцене вот так вот выглядит сцена лаяуты бывают разные то есть это стандартный лаяут можно поставить на дефолт то есть он вот так вот выглядит в сцене также как через alt можно просматривать зажимать и обозревать сцену в сцене обязательно есть главная камера через которую через game view вы уже видите примерно финальную игру то есть у нас обязательно есть камера которая отображает в game view все что находится у вас сцене то что вне поле зрения камеры она не отображается потом во вью порте game у unity есть свой asset store там тоже очень много моделей объектов эффектов и то есть это огромная библиотека где хранятся хранятся и продаются проекты наподобие sketchfab только уже адаптированный под unity немного маленький здесь обзор здесь можно посмотреть mesh эффекты можно открывать asset store в браузере и когда вы уже нажимаете на download вас автоматически если unity открыта ассеты закидываются прям в ту сцену но если не автоматически благодаря вашему аккаунту вы можете здесь зайти в asset store и скачать прям в ваш проект ассеты которые вы выбрали здесь также есть иерархия всех объектов которые находятся у вас в unity находится во вкладке project и здесь организовывается как папки например можно создать папку char actor model можно создать папку отдельно с текстурами то есть желательно хранить и организовывать проект можно закидывать уже готовые папки можно создавать папки со скриптами с анимациями можно создать папку для окружения отдельно здесь можно создать папку модул и текстуры но это что касается организации проекта это ни на что не влияет можно конечно все хранить вот в самом главном корневом ассетах мне кажется так легче будет ориентироваться я наверно начну сначала закинул туда окружение то есть мы сейчас занимаемся тем что мы строим уровень и потом работаем с персонажем то есть level design потом также можно будет заняться программированием тем кому интересно например на движение move чтобы как бы применялась анимация шаги и изменялся вектор направления еще один важный момент юнити работает с майя но нежелательно то есть там где не установлена майя не будет работать как бы не будут отображаться моделей и поэтому лучше использовать fbx формат оба же также нежелательно лучше всего fbx и еще сначала нужно грузить текстуры а потом грузить модельку так вы избежите избе как будет предотвратите шаг закидывания в шейдеры текстуры то есть если уже есть текстуры в проекте то они автоматически накинутся ну на ваши шейдеры то есть закидываем текстуры а потом только закидываем модельку тогда она не будет белая и потом вручную не перейдется перетаскивать текстуры на шейдеры ну это нормал мапы то есть если у вас есть pbr текстуры у них обычно бывают нормали карты нормали выглядит так юнити они их обнаруживают и под себя генерируют то есть они как нормали становится то есть если нажму fix они уже приобретут свойства в самих текстурах то что это будет текст чем нормал вот здесь меняется тип на норму здесь например дефолт остальных вот здесь у меня материалы генерируются автоматически и можно материалы обычно генерируются по названию текстуры то есть если там нет текстуры он берет название из майя например lambert блин а если у вас у текстуры есть название он берет обычно название материалы соответствии с текстурами а так у нас есть сцена камера direction light по по умолчанию и мы закидываем нашу модель вот так вот выглядит порта портал который я скачала его теперь нужно довести вот до такого состояния также для юнити можно использовать не дефолтное небо можно скачать hdry sky то есть мы можем на прошлом семестре я вам показывала есть сайты где можно брать текстуры hdry можно посмотреть какой-нибудь давайте посмотрим какое-нибудь темное небо ночное в принципе можно невысокое детализированное в юнити в отличие от майя все например текстуры они хранятся в самом проекте то есть это не пути до текстур они прямо уже хранятся и вы смело можете переносить папку с одного места на другое место так настроить освещение можно через window мне нужно найти вкладку лайтинг да вот lighting settings обычно я закидываю сюда инспектор это что что касается конкретной модели который уже находится в сцене то есть модель имеет разные свойства зависимости от каких компонентов вы добавите но обычно это мэш и текстуры шейдеры также это могут быть потом rigid body или контроллеры анимационные то есть если эта модель двигается у нее добавляется анимационный контроллер lighting вкладка которая отвечает за отображение то есть вашей игры то есть за настройку качества вашей игры сейчас это пока выглядит вот так можно так камеру поставить чуть подальше ну как то так у нас сейчас находится дефолт sky мы можем создать свой собственный sky для этого мы создадим материал свойствах у него поменяем на skybox у меня сейчас открыта панорама будем использовать панораму до того как мы закинем вот эту текстуру мы должны ее превратить в панорамную для sky поэтому мы сейчас будем скорее всего менять у нее настройки лучше автоматик поставить и apply вот она стала сферической и мы сейчас закинем вот этот материал сюда учет он не закидывается а мы можем вот этот куб сейчас закинуть прям сюда я все таки лучше создать материал я все таки лучше создать материал да я еще смотрю может быть здесь есть отдельное какое нибудь небо skybox и мы теперь в lighting должны закинуть материал вот потому что мы использовали hd-ray текстуру поэтому у нас освещение пришло от текстуры сразу только характер освещения получился также можно менять интенсивность у нас есть directional light можно у него тоже интенсивность чуть-чуть загасить а сделать ему к domestic холодное освещение У него есть тени, например, это бутылина, такие тени. Также можно создать Point Light, Create Light, Point Light. И вот здесь уже добавить такой эффект голубого освещения, как вот здесь. То есть Directional Light у нас основной, например, источник освещения, как в Луна, есть. Такие Point Light это, как в Майе, работает также примерно от каких-либо источников освещения, например, ламп, светильников. У него есть Radius влияние, его можно увеличивать, уменьшать. Также у него есть интенсивность и цвет. Цвет тоже можно поставить какой-нибудь голубой. И интенсивность еще не может поставить три. А у каких сторожей еще тоже... Emission. Да, теперь надо будет зайти... Так, у модели, когда мы экспортировали, нужно было поставить... Legacy. Тогда теперь мы можем вот этот материал редактировать. Когда проходили PBR текстуры, то есть, получается, в Maya, там тоже вставляли, куда металличность, куда Occlusion. Здесь также есть шейдеры, куда мы можем применять данные текстуры, которые мы создали отдельно. Вот. Что касается Emissive, у нас текстура выглядит вот таким образом. То есть, темная, и там, где светится, у нас выделена каким-либо ярким цветом. И теперь, если я добавлю сюда в Shader... В Shader... Emission, галочку, и закину эту текстуру вот сюда, то вот в этом месте оно будет светиться. Также проверяем. Можно доработать немного этот материал, закинуть этот же цвет в Occlusion. Тогда оно будет более такое насыщенное. Также можно в Metallic закинуть, наверное, вот эту текстуру. Посмотреть эффекты. То есть, просто так закинуть модельку в Unity и считать, что это будет красиво выглядеть недостаточно. То есть, нужно немного поработать с шейдерами. Для этого, в принципе, мы создавали разного рода материалы, такие как металличность, цвет нормали. Например, если вы хотите более жестко нормали выделить, то можно здесь это контролировать. Металличность, думаю, самая сильная. Также есть разные стандартные материалы. Есть стандартные со спектрами. В Pro версии есть Roughness материал. Вот он вообще очень классно отображается. Ну, сейчас это как бы для персонального использования, поэтому не всем шейдеры доступны. Есть Unleaf, Mobile шейдеры. Есть Diffuse. В зависимости от того, какой объект у вас перед вами. Блестящий, не блестящий. Так примерно готовится окружение. Здесь тоже можно создавать объекты. И Create Empty автоматически создается в центре координат. Точнее, не в центре координат, а там, где у нас выделены объекты. Вот теперь в центре координат. И сюда можно, в принципе, закинуть все освещения, то есть организовывать как папки. Ну, можно не использовать. Итак, теперь мы начнем переносить сюда нашего персонажа. С 10-го по 10-й кадр. А, точнее, на прошлом уроке мы уже запекали анимацию в кости. Unity не понимает анимацию контроллеров. То есть контроллеры, они не переносятся в Unity. Для этого теперь нам нужно выделить все кости и записать на них всю информацию. Но для этого лучше сохранить резервную копию. Например, если я захочу вернуться и отредактировать эту анимацию после запекания ключей, у меня будет это сделать невозможно, потому что на каждый кадр создастся анимация. Сохраняю резервную копию. Сохраняю резервную копию. То есть... И можно ее назвать bake. То есть это уже все запечатленное будет. У меня, кстати, работало шифт-клик по плюсику. Шифт-клик? Да. Он по плюсику именно, а он все открывает чат. Да. Спасибо. Удобно. Так. Выделяем все кости и делаем Edit, Case и Bake Simulation. Открыть. Удобно. Полицейские bills, перенера 600 карточков. jail надвоем задача упомядаем. Все у нас заработало, теперь мне нужно выделить для переноса и кости и персонажа. Ну, хотя, в принципе, здесь у нас ничего лишнего не осталось, поэтому можно сделать экспорт всего, экспорт all, выбираем формат fbx, проверяем, включена ли галочка animation и делаем экспорт all. Так, отсюда мы взяли Character Idol. На прошлом уроке мы уже то же самое проделали с Walk Animation. Он у меня остался также здесь, можно переименовать. Так, теперь нам нужно сначала закинуть все текстуры нашего персонажа. Выберем соответствующую папку и закидываем туда наши текстуры. КОНЕЦ КОНЕЦ Вроде бы все текстуры закинули и сюда мы закидываем нашего персонажа и мы используем оба файла. Дальше. Но это не понятно. Цилиндр самого персонажа не видно. Ну ладно, сейчас будем смотреть. При переносе, то есть когда мы не закинули персонажа еще в сцену, у нас инспектор отвечает за основные настройки персонажа, за модель, за перенос его UV координат, сглаживание, например, за риггинг, риггинг лучше поставить, так, лучше оставить generic и аватар лучше сделать, например, с этой модели, то есть, либо если у вас, например, основная модель в т-позе, можно с нее сделать риггинг, а потом уже на на остальных моделях делать копии from Aza Avatar, то есть с основного вашего персонажа, и закидывать, например, с других моделей только анимацию. Так, Volk Cycle Animation у нас с 1 по 25 кадр, то есть здесь можно посмотреть даже внизу анимацию, очень мелкая, можно поставить галочку Look Time, это будет означать то, что эта анимация будет все время зациклена. и также здесь ее можно переименовать. У персонажа внутри есть все компоненты, которые находятся в сцене, и вот такой анимейшн клип. Так, материалы. Нужно поменять на Legacy, чтобы мы могли их корректировать. И, в принципе, все, можем закидывать персонажа в сцену. Здесь также работает клавиша F, фокусировка, можно двигать. Думаю, мне надо ее очень сильно увеличить. Так, и ей явно не подходит вот этот свет. Можно ставить, в принципе, у нас же портал светится здесь. Но нужно сделать дополнительное для того, чтобы она нормально смотрелась. Так, у меня исчезли глаза. Возможно, когда я их выделяла, они не выделились. Давайте еще посмотрим на вот эту девушку. Здесь только глаза и все остальное. Нет, надо будет, думаю, заново открыть и проверить экспорт. Так, а почему? Тело не пришло. Очень странно, здесь у нас... А, скрытые объекты надо удалить. В принципе, они не нужны. Export all unity, то есть все скрытые объекты, которые у вас в сцене, они становятся явными. То есть, вот этот цилиндр, то, что у нас было. Так, а тело... По идее, лучше тело вытащить, наверное. А, ну, к нему все остальное. Он, наверное, как группа идет, да? Да. Давайте сделаем анимацию в сервисе. Возможно. Сейчас попробуем. Нельзя просто выделить. Так, волосы остались внизу и перчатки, потому что у нас они были парентами. Так, а теперь... Так, а теперь... Так... еще раз группирую и попробую увеличить все повезло, более-менее сработало, но с перчатками что-то не очень так уже будем теперь опять это все перенести здесь я его лучше удалю и обраку не закинуть и обраку не закинуть сейчас попробуем отдельно тело оттуда закинуть да он все еще экспортится ладно давайте пока поработаем с тем кто у нас перенесся персонаж с анимацией автоматически имеет в себя компоненту аниматор но здесь еще нет контроллера то есть если например у вас даже не создался аниматор то можно этот компонент сделать аниматор теперь нужно создать create и нажать контроллер аниматор контроллер сюда мы закидываем контроллер и теперь нам нужно его открыть и настроить сейчас пока нет никаких входящих анимационных клипов мы можем взять клип волк и закинуть сюда волк клип у нас в настройках поставлен циклический так как он циклический он сейчас будет проигрываться постоянно то есть выходим в game включаем и надеемся что все будет работать да все работает из-за того что там вот здесь вот выделено лоптами у нас постоянно проигрывается клип волк по идее здесь еще обычно отображается прокрутка анимации так в нем если я сейчас уберу волк и поставлю сюда сейчас тейк один то у меня по идее должна быть анимация айду так как персонаж у нас один скелет один анимация перенеслась хотя моделька у нас здесь вся как бы в очень странном состоянии там тело куда-то потерялась и все равно у нас анимация перенеслась потому что у нас персонаж один скелет один и в принципе клипы можно да разные из разных файлов брать из этого файла резать например я сейчас открою вот здесь в настройках анимации можно создавать новые клипы добавить например из первого по какой-то кадр будет анимационный клип а в animation контроллеры их можно выставлять по очереди например сейчас я уберу айду точнее луп клипа волк и поставлю по очереди здесь я у волка убираю луп тайм айду айду поставлю точнее его назову айду беру лишний нажму apply и теперь в аниматор контроллеры я уже буду создавать примерно сценарий действие моего персонажа например он может сначала поставить кофе потом перейти в айду после айду можно сделать ну пусть будет несколько раз ну чтобы хотя нет лучше волк несколько раз да после этого я поставлю волк сейчас они никак не связаны если я включу play то у меня проиграется только айду на волк не перейдет потому что он не подсоединен но я могу это исправить кликнув правой кнопкой мыши и сделать make transition теперь у меня идет отсюда переход на волк то есть как только проиграется анимация айду начнется анимация волк в зависимости от того какие здесь находятся у транзишн настройки здесь влияется плавность можно например убрать вот эту плавность можно оставить в принципе плавность это хорошее то есть вы кликайте про по транзишн и говорите как нужно переходить между клипами можно даже сюда добавлять и венты программированные и можно еще раз я делаю это так возможно можно там указать количество раз сколько можно это проигрывать в принципе вот такой подход подойдет и можно опять вернуться на айдул таким образом у нас получается здесь цикл она постоит немного потом будет идти эти эти несколько шагов и опять вернется в состояние постоит и потом опять пойдет а там она друг с другом пересекать надо транзишн да здесь пусть она будет а здесь нужно чтобы было ноль и сдвинуть вот так но здесь это ювелирная работа чтобы они прям стык в стык были ноль процентов здесь можно оставить ну а теперь уже немного лучше можно еще один direction light поставить на нее чтобы она лучше смотрелась и интенсивно здесь можно сделать такой подход когда мы выставляем освещение мы используем три источника освещения который сзади он называется rim light он придает такое освещение контура есть один заполняющий лайт и есть ключевой лайт например ключевой лайт у нас будет заполняющий это атмосферный цвет у него обычно своя самым как бы силь средняя интенсивность у рим light самая маленькая и ok light то есть в зависимости от того какой вы характере вы хотите передать то есть камеру здесь надо тоже поменять например когда вы что-то меняете в режиме play эти изменения они не применяются то есть они не сохраняются если я сейчас нажму паузу у меня камера придется в положение до плея но удобнее всего когда например play включен применять какие-то действия и можно просто скопировать ком копий компонент нажать паузу и паст компонент values хотя в принципе камеру можно и так наставлять так качество камеры тоже настраивается можно сделать анимацию этих камней прям unity тоже использую аниматор контроллер и есть также еще вкладка windows анимация можно сейчас быстро это сделать это недолго да например я их сейчас создам здесь пустой game object закинул вот этих которые и летательные вот сюда нажму ok а потом добавлю ему компоненту аниматор контроллер аниматор контроллер и теперь если я нажму вот сюда вот я нажму create я могу создать клип анимации включая запись и теперь я могу чуть-чуть повернуть у меня автоматически создается ключи позиция 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 там за две минуты за две секунды он сделает полный круг пусть будет минус 360 градусов и у этого клипа тоже можно поставить клуб тайм для этого нужно зайти в аниме и теперь нажимаю play вот здесь такой же эффект затухания для этого можно опять использовать кирп и п и и и и и и и будьте здоровы в принципе алгоритм действий такой же можно посмотреть в чем проблема ну в принципе алгоритм понятен дальше надо больше смотреть чем может быть проблем на сегодня все также здесь нужно сохранять сцены они создаются автоматически с до свидания до свидания и следующий раз открывается эта сцена ул